В Бийске обсуждают благоустройство города. Накануне этот вопрос власти разбирали совместно с депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым и молодежным активом. В Наукограде намерены создать пространство для любителей активного отдыха. Это не прогулочная зона, не привычная площадка с тренажерами, а место для экстремального спорта. Так в Бийске почти 25 тысяч школьников и столько же молодежи от 18 до 30 лет. Практически у каждого из них есть велосипед, скейт, самокат или ролики. Но пока в городе есть маленькая площадка для начинающих. К слову, и на ней даже сейчас в октябре много детей и подростков до самого вечера. Развиваются много мышц, руки, ноги. Довольно полезно для здоровья, как минимум выйти подышать на свежем воздухе. Спустя год я научился делать очень хорошие трюки. Вип, барспин, прыжки разные. Радует то, что когда ты ставишь новый трюк, ты получаешь такие эмоции, которые почти что никогда нигде не получишь. В крупных городах для любителей трюков сейчас строят скейт-парки. Он есть в Кемерово, в Иркутске строится. В Бийске, где 26 школ, 11 СУЗов и 2 ВУЗа, тоже нужны такие площадки. В городе даже есть клуб, где дети круглый год отрабатывают навыки на скейтах, самокатах и велосипедах. Прыжки – один из базовых элементов скейтбординга. Данил Шишкин встал на скейт 7 лет назад и сейчас уже тренирует детей. Все это сообщество зарождалось на моей памяти в далеком 2014-м. До сих пор есть райдеры, которые катаются в Бийске с 2014 года. Благодаря этой школе мы больше людей присылаем к этой экстремальной культуре. Для строительства скейт-парка в Бийске нашли подходящую площадку – заросший пустырь рядом со сквером в Нагорой части. Объединение двух территорий подарит горожанам возможность и для активного, и для спокойного отдыха. Вначале мы оформляем земельный участок, мы его оформили. Далее мы вносим, актуализируем постановление по муниципальной программе «Современная комфортная городская среда», где будет теперь перечень этот земельный участок, это общественная территория. Далее мы должны совместно поработать над концепцией и дизайн-проектом этого скейт-парка. А уже после, в последующем, выставить на голосование. Молодежные объединения готовы обсуждать строительство скейт-парка в соцсетях, чтобы аргументов в его пользу стало больше. Я сама спортсмен и пропаганда здорового образа жизни – это класс. Скейт-парк в Бийске может стать площадкой для общения и социализации молодежи, объединенной общими интересами и ценностями. Скейт-парк станет достойным продолжением уже существующего сквера, позволит реализовать самые разные сценарии активного отдыха. И если обещание проголосуют за этот проект, я его безусловно поддержу. В 2024 году проект скейт-парка выставят на голосование жителей в рамках программы «Комфортной городской среды». Если его поддержат, в 2025 году в Бийске появится площадка, отвечающая требованиям межрегиональных чемпионатов и фестивалей уличной культуры. Елена Кузовкина, Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком.